В эфире программа «Что произошло» в студии Евгений Анисимов. Эта программа выходит в не совсем привычном формате. Новая реальность уже постучалась в дверь. Целое поколение, наши молодежь, да и многие люди гораздо старше, отказавшиеся от телевизора, решили, что зомбалэн для них закончился. Но государство не дремлет. На смену телевизионным пропагандистам пришли новые. В интернете. Кто-то работает хорошо, а кто-то не очень. Об одном из таких, которые не очень, мы сегодня и поговорим. Полулегальное предприятие, где дедовскими методами добывают медь, затопило кислотой три района в двух субъектах Российской Федерации на севере Урала. Здесь вымерли животные, в реках пропала рыба, люди голодают. Но в интернете людям предложили выбор. Или вы из-за олигархов и кислоту в реках, или вы пятая колонна и иностранные агенты. Может быть, это слегка монотонная, но чрезвычайно важная для понимания новой реальности программа. Итак, поехали. Друзья, всем привет. Это видео лишний раз доказывает, что я читаю ваши комментарии, пытаюсь быть поближе к вам. Блогинг — это основа интернета, альфа и омега. Некоторые из блогеров вырастают из штанишек своей странички и становятся профессиональными СМИ. Кто-то повышает свой уровень и делает великолепные программы. А кто-то деградирует и замолкает навечно. Родина, свобода, Путин! Кто-то ищет франшизу, кто-то меняет торговую марку. Это новая реальность, целая индустрия. Индустрия управления сознанием тех людей, которые считают, что Замбаленс закончился с выключением телевизора. На самом деле-то люди все понимают, люди не глупые. Мы собрались, у нас собралось очень много, мы мирно закончили митинг. Есть блогеры оппозиционные, есть патриотические, а есть среди них и политические, господи, тутки. О таких мы сегодня и поговорим. Добрый вечер, информационное обещание. Телекомпания УТВ продолжает программу «Акцент». Гость программы сегодня член общественной палаты Свердловской области Сергей Колясников. Здравствуйте, Сергей. Поздравляю вас с тем, что вы стали членом. Несмотря на то, что рейтинга у него особого не было никогда, а реальное количество его зрителей исчисляется несколькими сотнями, а порой и десятками, несмотря на то, что известен он был только в особых кругах, вертикаль власти никогда не обделяла его своим вниманием. На тебе и членство в общественной палате, на тебе и встречи с губернатором, на которых только приближенные и бывают. Ему же единственному и досталась честь – отмыть чиновницу, что советовала не рожать. Ляпнула, понимаете, уже столько обсуждений. Откуда все это? Давайте разберемся. Государственный заповедник финансирует русофобскую оппозицию в Прибалтике, собирая десятки миллионов с помощью карманной студии, как единственного подрядчика. После этого поста заветная мечта Колясникова, он же Зергулю, исполнилась. И если раньше только он сам себя, ну или подконтрольные его лоббистом СМИ называли сию личность топовым блогером, то теперь о существовании этого пользователя интернета действительно узнали многие. Вот только в каком свете он пристал перед миром? Блогер – это такая профессия, что не регулируется ни одним законом. И если уж соврал блогер, опровержения с него не потребуешь. А на нас требования закона СМИ распространяются. Именно поэтому мы вынуждены каждый раз проверять ту информацию, которую даем вам. Именно для этого наша съемочная группа приехала в заповедник Денежкин-Камень. У меня за спиной офис заповедника в селе Сеулс-Благодатская, богатой конторой, по версии Колясникова. Насколько она богатая, судите сами. Пристальное внимание всего пользователя соцсети к заповеднику, скорее всего, вызвано бизнес интересами его лоббистов. И это ничего, что два района Свердловской области и целый район Хмау затопило кислотой. – А куда нам ее? – Ну, тут она шипит, это значит, там кислотой. – Реакция идет? – Нет, мы не знаем Колясникова. Не знаю, зачем ему все это надо. Никакого такого Колясникова мы здесь не видели ни разу. Главное, он и к нам не обращался ни разу. Может быть, и не обязательно было приезжать. Наверное, можно было бы у нас спросить. Можно было, наверное, нам задать три простых вопроса и, наверное, получить на них три очень простых ответа. Для него главное из поля зрения хозяйских СМИ не выйти. Иначе все забудут о бывшем мастере по прочистке вентиляции. Хорошо, что не канализации. Вот и задумал Сереженко войну с Минприродой России. Может быть, конечно, и не сам задумал, а скорее всего так и было. И потому парню не показали оранжевый лес, зеленые реки и животных, павших после водопоя. Зато дали задание делать то, что умеет лучше всего. Причислять к разряду пятой колонны всех конкурентов хозяйских. И он побежал вперед по команде. Одной из первых жертв эпатажного юзера интернета стал сотрудник заповедника Олег Неприн. Его Колясников, ну, фактически поженил с Ходорковским и другими представителями внесистемной оппозиции. Знаю я их так же, как и любой другой человек по тому, что пишут в интернете, в газетах и так далее. Лично я с ними никогда знаком не был. Что касается их информации, в которой они якобы утверждают, что я там знаком и контактирую с ними, это не соответствует действительности. Все, что было, это я, так сказать, в спамовом порядке в интернете раскидывал информацию по поводу того, что реки на Северном Урале загрязняются. Когда мы тут снимали воду, черпали ее, а рядом, оказывается, лежит огромная туша, мы ее не видим. Это было немножко стрёмно, потому что рядом с этой тушью мог быть какой-нибудь крупный зверь. И ему могло это не понравиться. Речь идет о погибшем лосе. Зверь пал жертвой полуилегальных бизнесменов. Гидрогеолог Александр Ялышева рассказывает, как загрязнение с карьера дошло до тайги. Месторождение Шембургское, Новый Шембургское. Оно относится к так называемым медно-цинковым месторождениям. Довольно приличными запасами. Основными минералами будут являться халькоперид, перид, сфалерид. То есть это так называемые сульфиды. Сульфиды тяжелых металлов. Сульфиды меди, которые относятся к тяжелым металлам цинка. И естественно, при их разработке, это вообще проблема не новая для Урала. Это мы можем посмотреть на примере месторождения Сибая, Крабаша. Идет такое антропогенное, техногенное заражение территорией. Вообще тяжелые металлы, они обладают малой миграционной способностью. И в результате того, что сама горная местность, она обладает плохим дренажом, плохой трещиноватостью, то есть получается у нас такой формируется, локализуется участок техногенного загрязнения. К сожалению, здесь в окружении месторождения нет естественных геохимических барьеров. И, соответственно, у нас происходит вот это вот локальное расползание вдоль разломов. Разломы у нас фиксируются как раз реками. Здесь это конкретно Шегультан, Талия. И идет по ним, собственно, сток. То есть поверхностный сток, он как раз будет формироваться в период вот этих вот, ну, как бы сказать, в руслах этих рек. Предприятие это называется Святогор. Здесь дедовскими методами добывают медь. За два с небольшим года работы карьера здесь убили, похоже, все и всех. То, что видно на Северном Урале невооруженным глазом, это оранжевые деревья, бурлящие реки с зеленой водой, слизь и творожные отложения. Это умершие животные, которые попили данную воду. Это полностью вымершие леса, без птиц, без зверей, реки, без воды. Это не что иное, как 358-я статья Уголовного кодекса. На языке эфемиды называется экоцит. Наказывается от 12 до 20 лет лишением свободы. Но вот только вопрос, кого-то лишат этой свободы. Правильно ли я понимаю, что вся эта гадость может дойти до обид? Она, безусловно, идет до обид, в какой пропорции, это вопрос. Она идет, ну, по крайней мере, удивительно, было много откликов. Например, когда мы делали письмо в Совет по правым человекам в Москве, было удивительно, на мой взгляд, много откликов от деревень внизу по свойствию. Это Марсяты, Денежкина, Маслова, хотя, казалось бы, где мы, да где Шемур и где Марсяты. Они все в голос кричали, рыба не стала, рыба не стала. Дорог здесь нет. Основной транспорт – снегоход. Местные живут охотой и рыбалкой. Сейчас охотиться не на кого. Рыбачить тоже бесполезно. В пределах двух лет проблемы появились. Сначала осадок пошел, сначала растительность перестала расти. Кувшинки по берегу реки, а потом и птицы, и выводков. Утиных не стало, и прохоризов, такое же явление, их не видно. Вот зимовальная квартира, их ни одного всплеска, и буквально нет уже. Второй-третий год это явление происходит. Сейчас уже года три, наверное. Вообще ничего нет. Хочется рыбы. Ну, сейчас-то уже нету, откуда. Только в магазине можешь покупать. А сейчас уже, да, сейчас грязь. Сейчас мутная вода. И когда именно вода стала? Води, 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 води на самом ходу. Первая мут пошла, а вот это вот. А сейчас берет. Грязь. Шемура. Мы позвонили главному интернет-вояке УГМК и попросили ответить всего на один вопрос. Сергей, не стыдно вот так вот за три копейки продавать родину в угоду альгаркам из УГМК? Индустрия лжи и проплаченной дезинформации не может выполнять свои функции без административного ресурса. Он, этот административный ресурс, находится в здании, что у меня за спиной. Администрация Североуральского городского округа. Городское руководство Североуральска воспринимает блок Колясникова и тиражирующих его бредней журналистов, словно уста господа, несущие истину. Это кадры с секретного заседания Думы Североуральского городского округа. Главное доказательство для депутатов – вот это эфирная заглушка телевизионного агентства «Урала». Ну и полумеден оппозиционером, сбежавшим в Прибалтику от уголовного дела, прорисовал в своем материале, пожалуй, что единственный садовский... Александр, сейчас связь, можно сесть туда? Легко. Принципе заключается в том, что в итоге федеральное министерство оказывается финансовым донором русаховствующих беглецов в Прибалтику. Я считаю, что вы люди, которые распространяют достоверную информацию. И если глава так сказал, а господин Шеремет подтвердил... Он подтвердил, господин Шеремет? Правда. И если вам сегодня говорит господин Шеремет, он публично... Заигрывание с патриотами не мешает главе Североуральска Матюшенко самому активно сотрудничать с иностранными агентами. Вот сюжет телекомпании Deutsche Welle, а по-русски немецкая волна. Страх из-за незнания? Что предпринимает город против вируса? В больнице Североуральска регулярно фиксируют новые случаи заболевания. Здесь лечат пациентов с ВИЧ. Снимать нам не разрешили, но мы встречаемся со Светланой Батраевой, которая до недавнего времени отвечала за работу с молодежью и профилактику ВИЧ в мэрии. Город здесь представлен депрессивной и умирающей территорией, которую, наверное, и расселять нужно в угоду производству ГМК, чтобы не вякали и природу губить не мешали. Бывший работодатель Матюшенко – это как раз тот самый ОАО «Светогор», что все загадил здесь. А сам Матюшенко, по заключению специалистов, мягко говоря, не дружит со своей головушкой. Ригидность лицевых мышц, специфика моторных реакций, вегетативные дисфункции – все это говорит о том, что человек находится в состоянии растерянности, некоторой фрустрации, то есть недостижения желаемых форматов общения. И мы, конечно, можем говорить о специфике подросткового поведения. И действительно, в подтверждении слов врача, вместо ответа на наш вопрос о загрязнении заповедника последовали странные престуры, где демонстрировались подарки городу от губернатора. Действительно, она, да, народная стройка. Ну, в основном, конечно, это принимало участие доля вся огромная вот этого замечательного проекта по ремонту Дома культуры Малахит, поселка Чуримаха. Это, конечно, заслуга и администрации, потому что без административного ресурса, без этих… Там же в основном документы, через документы это все нужно было оформлять. Слова чиновников и депутатов – это, конечно, хорошо. Но что думают о проблеме самые заинтересованные люди, то есть жители города Северо-Уральск? Им предложили выбор между любовью к олигархам и кислотой в воде. Причем первое завуалировали под патриотизм. О всех несогласных объявили пятой колонной и иностранными агентами. Мы поговорили. А как вы считаете, допустимо ли такое вот высказывание, скажем так, пропагандистов вот этого предприятия, что либо вы соглашаетесь с тем, что реки у вас будут кислотой загрязнены, либо вы пятая колонна и иностранные агенты? Тут уже анекдот. Слушайте, а это вообще насмешка над русским народом. Как вроде бы, знаете, это вообще тупицы последние. Так тоже нельзя. Они свои карманы набивают, а людей гнобят вовсю. Нет, это невозможно такое выражение. Они живут за границей и добывают полезные ископаемые, а вас, которые протестуют против этого, люди называют иностранными агентами пятой колонны. Это нормально? Ненормально, ненормально. Какие иностранные агенты, если люди говорят, иностранные агенты, это знаете, вот на передаче, там время покажет, это там вот есть некоторые депутаты даже наши. А теперь две вишенки на торт. Вот митинг «Стоп Фашингтон» в 2015 году. Вот блогер Колясников, который любит везде искать пятую колонну. Он со сцены выступает. Но это мероприятие он и организовал. А вот со сцены выступает Евгений Артюх, спонсор всего действия. Евгений Артюх любит фотографироваться в штабе Навального. Вот такие у нас патриоты, вот такие у нас блогеры, которые любят искать пятую колонну и иностранных агентов везде. И во всех, но только не себе. На этом про Колясникова все. Надеюсь, совесть у этого деньгоотрабатывателя проснется. И он еще поблагодарит нас за рекламу.